Всем привет! Это новости из Турции. Сильный лесной пожар начался в среду в районе турецкого курортного города на побережье Эгейского моря. Пожар начался за холмами, окружающими бухту, а сильный ветер способствовал распространению огня. В тушении пожара задействовали 500 человек и 40 пожарных машин и полицейские водометы, а также 15 вертолетов и 8 самолетов. Сообщается, что источник возгорания находится в лесном массиве в Ялан-Чебагазе. Его причина не установлена. Прошлым летом в Турции на побережье Средиземного и Эгейского моря, включая Мармарис, из-за сильных лесных пожаров погибли по крайней мере 8 человек. Правительство тогда раскритиковали за недостаток подготовки к таким чрезвычайным ситуациям, включая нехватку современных пожарных самолетов. В тушении лесного пожара под Мармарисом участвовал и российский вертолет, с которым связана следующая неприятная новость. Российский пожарный вертолет упал в Турции, есть погибшие. На борту находились двое россиян. Появились кадры с места крушения российского вертолета в Турции, который участвовал в тушении лесных пожаров под городом Мармарис. Местные СМИ пишут, что два человека погибли, остальные ранены. Всего на борту было семь человек, двое из них граждане России. Посольство России в Турции подтвердило гибель двух россиян при крушении пожарного вертолета. Цитата из их выступления. С сожалеем вынуждены сообщить, что в результате крушения вертолета в провинции Ден-Изли погибли два российских гражданина. Инженеры Яковлев Александр и техник Алексей Волков. Пострадали еще трое росграждан. Пилот Илья Ивисенко, второй пилот Егор Турков и техник Георгий Анучин. Заявили в посольстве. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok